Ну, соответственно, к Толстому можно относиться очень по-разному, потому что кто-то любит Льва Толстого, кто-то не любит Льва Толстого. Я просто предлагаю на время, по крайней мере, выступления относиться к нему просто как к некоторому, скажем так, культурному феномену, который есть как бы сам по себе. Может быть, даже во многом в отрыве от того, что он писал как литератор. Ну и прежде чем просто говорить о самих коммунах, просто нужно пару слов сказать о том, что, по крайней мере, легло из творчества Льва Толстого в сами концепции этих толстовских коммун и чем они, в принципе, отличались от их остальных. Во-первых, стоит отметить, что идея совместного жительства, которая основана на какой-то идейной почве, она возникла не сразу, это относится к позднему творчеству Льва Толстого, когда он пишет работу, которая называется «В чем моя вера?». Самая одна из скандальных работ, впоследствии он разовьет эти идеи из этой работы в сочинении «Царство Божие внутри нас». Собственно, что было особенного в сочинении «В чем моя вера?». Собственно, это то сочинение, после выхода которого Льва Толстого отучили от церкви, в принципе, что он в нем излагал. В общем и целом он обобщил те концепции, которые он пытался донести как-то до людей через литературу, но в данном случае он решил уже пойти по методу в виде такого некоторого фалсовского эссе. Прежде всего, в этой работе звучит такой тезис, я буду на него опираться, потому что именно он стал одним из таких лозунгов толстовских коммун. «Жить и верить в Бога» — это одно и то же для Льва Толстого. В принципе, что из этого следует? Из этого следует, что нет, в принципе, никакой необходимости в какой-то социальной, ритуальной части в нашей жизни. То есть означает, что нам нет необходимости отличать нашу повседневную практику, работаем ли мы, или же у нас какой-то праздник, и мы должны как-то это отмечать. Вот, в принципе, Толстой выступает против этого. В принципе, любой акт труда, любой акт творчества так или иначе содержит в себе некоторую смысловую нагрузку, поэтому нет необходимости ее, так сказать, выделять и помещать ее внутрь какого-то действия. Толстой дальше рассуждает, что у нас, соответственно, в современной, в данном случае, имперской России отвечает за социально-ритуальную часть. Соответственно, за эту практику отвечает церковь. Толстой, который как бы и до этого критически относился к церкви, здесь он просто говорит о том, что церковь, по большому счету, в принципе, она и не нужна. И продолжается мысль, говорит, что она, в общем-то, никогда не была нужна, и по большому счету здесь, конечно, Толстой с анархистами и социалистами здесь он сходится, потому что здесь его критика церкви, она, в общем-то, похожа на критику, которую можно было услышать до этого от деятелей эпохи Просвещения. И, соответственно, по мысли Льва Толстого, как бы жизнь, как она есть, она, в принципе, наделена некоторым смыслом сама по себе. Поэтому нам, как бы, нет необходимости придумывать что-то, что могло бы наделить, значит, смыслом наш, как бы, труд вот этот вот ежедневный. В этот период Толстой уже критически относится к тому, ну, он скептически относится вообще к литературе, и скептически уже относится к искусству. То есть, по большому счету, в принципе, он постепенно начинает видеть проблему современную, начинает рассматривать проблему современной культуры, начинает не видеть то, что культура сама по себе, она очень сильно дифференцирована. То есть, все существует отдельно. Есть отдельное искусство, есть наука, есть, так сказать, философия, есть житейское знание. И, собственно, вот по Толстому это все как раз очень-очень плохо, потому что нам все время необходимо, значит, как-то отвлекаться от работы, как-то отвлекаться, то есть, разделять частную жизнь, общественную жизнь, соответственно, духовную отделять от материального, и это все очень-очень-очень, соответственно, плохо. Соответственно, вот это постоянное разделение, которое происходит в нашей жизни, оно поддерживается за счет церкви и государства. И в итоге получается, что каждый занимается чем-то одним, но не видит нечто целого. Условно говоря, в принципе, за религией, за наукой, за литературным творчеством, за всем Сталином мы просто не видим в жизни как нечто целого. И продолжая свою мысль, он задается вопросом, на чем основана вообще современная жизнь. Современный мир, по мнению Толстого, построен на насилии от и до. Везде присутствует война и возникает вопрос, как нам необходимо вообще относиться к насилию. Толстой как бы перебирает какие-то концепции религии и просто понимает, что везде в той или иной степени религии, большая часть религии осуждающая относилась к убийствам, к краже, к чему угодно. Но, пожалуй, как он выделяет то, как буддизм и христианство, а не первые мировые религии, которые выступали против идеи должного воздаяния. Условно говоря, тебе причинили зло, соответственно, нужно как бы ответить тем же. То есть, это такое представление о морали, когда мораль как некоторое целое, в котором нам необходимо поддерживать некоторый баланс. То есть, если тебе причинили зло, то тебе обязательно нужно на него как-то ответить. Потому что, если ты не ответишь, то ты как бы дашь злу размножаться и дальше. Вот, соответственно, Толстой все это перевернул и сказал, что вот как раз-таки в учении Христа идея о непротивлении, да, именно, что когда ударили по одной щеке, поставили другую. Вот это как раз-таки и самое революционное. Это есть как бы центральный мотив всего вероучения, и мы нам должны на нем как раз-таки сосредоточиться. И вот это как раз-таки непротивление злу насилием, да, оно и стало одной из, так сказать, основных тезисов в итоге толстовства, которое было также осуждено церковью. Толстому это, в общем-то, отчасти понравилось просто потому, что это как бы подтверждало его мысли о том, что церковь, в общем-то, она совершенно не имеет никакого отношения вообще к духовной какой-то жизни. Вот, то есть, соответственно, мы не можем, да, самым главным, почему мы не можем отвечать на зло, на зло какой-то силой. Ну, Толстой здесь просто говорят о том, что мы, значит, мир, да, повторяю, он основан на том, что везде есть война, везде все завоевано, все достаточно плохо. Культура в итоге тоже это некоторая война, потому что литература у себя представляет некоторая совокупность каких-то экспертов, ну, я так на современный язык просто перевожу, которые как бы охраняют нашу, то есть, литературу занимаются обязательно какие-то специалисты, наукой тоже занимаются какие-то специалисты. И вот эти экспертные сообщества, они, в принципе, не пускают туда, как бы, других людей. То есть, туда пройти-то можно, как бы, но это как бы с первого взгляда, говорит Толстой, как бы. И, опять же, ценность вот этих вот экспертных сообществ и локализованного знания тоже непонятно вообще нужна она или нет. То есть, на силе экспертов, как бы, получается? Ну, в каком-то смысле, в том числе, да. То есть, если, вот, ну, ученые, соответственно, они себя отгораживают определенными там, да, социальными, вот этими, так сказать, какими-то границами, да, то, чтобы стать ученым, необходимо там, так сказать, пройти какие-то... То есть, социальные науки, вот. Ну, практически, да, ну, то есть, поскольку я сейчас уже на такой более какой-то понятный язык просто это перевожу. То есть, Толстой просто, его основная мысль, он просто говорит о том, что необходимо было, ну, нужно везде преодолеть отчуждение. То есть, необходимо преодолеть отчуждение в сфере знания, то есть, нельзя рассматривать как знание, как то, что обязательно, ну, например, относится исключительно, как бы, к сфере науки, да, нельзя, там, допустим, веру, там, да, относитесь исключительно к сфере религии. Необходимо, то есть, Толстой – это такой максимальный такой человек, который очень любит интеграцию, все соединить, все растворить, и окончательный, как бы, результат, все нужно, необходимо растворить в едином потоке жизни, как он, по крайней мере. Ну, как бы, в принципе, где Каннг, где Шопенгауэр, там, в принципе, можно сделать еще несколько шагов, углубиться в прошлое, да, и ты там дойдешь до Гопса, в принципе, то есть, ну, в принципе, вот везде, везде присутствует война, это как раз-таки плохо, везде присутствует, как бы, некоторое насилие. Вот, соответственно, единственный выход – это не насилие, это некоторый пассивный протест. Что, значит, здорово в пассивном протесте? То, что мы не поддерживаем современную логику насилия, как бы, мы вообще идем, условно говоря, совершенно против системы, то есть, абсолютно, как бы, то есть, это, да, это какое-то абсурдное совершенно действие, как бы, да, но оно, в принципе, не ломает сложившуюся вот эту структуру отношений, как мы ее видим, да, то есть, мы не воюем, мы, как бы, отказываемся. И, как раз-таки, вот из вот этого вот всего, да, прицепенно вычленяется из вот этих вот последних работ Толстого, вычленяется несколько, как бы, идей, которые легли вот в основу вот этих толстовских коммун. То есть, во-первых, это, конечно, пацифизм, причем пацифизм такой, скажем так, тотальный, то есть, здесь это не только отказ от военной службы, да, но это, в принципе, отказ от, вообще, в принципе, и некоторые, так сказать, вот этого от идеи должного воздаяния, то, что, так сказать, тебе нанесли какую-то обиду, а ты, в принципе, не будешь, как бы, вообще, в принципе, на это обращать внимание. Соответственно, вот пацифизм, да, в основе этого, потом второй момент, это нравственный фундаментализм, то есть, это свобода морального выбора. То есть, скажем так, для Толстого, в принципе, не имело особого значения, скажем так, ну, то есть, какой, как бы, моральной позиции ты придерживаешься, да, то есть, необходимо было, и, скажем так, не очень его интересовало даже твои особо религиозные верования, то есть, вот это совершенно, вот это толстовство очень легко переваривало. То есть, ты мог быть хоть буддистом, хоть катуркой, хоть кем угодно, да, но, в конце концов, ты должен был, наверное, в самой практике совместной жизни, как, наверное, ты считал Толстой, ты должен был прийти к тому, что это, в принципе, не очень важно, на самом деле, кто-то, так сказать, по каким-то мировоззренческим ориентирам. Вегетарианство тоже стало одной из, так сказать, таких пунктов его, так сказать, его философии, причем, наверное, вегетарианство, наверное, было одной, вот, вегетарианство Толстого, оно стало таким совершенно массовым, потому что для имперской России это было что-то такое в новинку, вот, Толстой это просто превратил в какую-то... привела опять, это вам, как бы, сам к этому дошло, или была все-таки какая-то тенденция? Тенденция, ну, как, ну, начнем с того, что, в принципе, вегетарианство, оно существовало, оно тогда действительно было, в России вегетарианство, оно существовало, на мой взгляд, существовало в большей степени, как практика диет, наверное, как гимнастика, как еще что-то, это такое западное явление, вот, поэтому, но вегетарианство именно, как какой-то моральный выбор, скажем так, да, а не как способ, там, не знаю, как какой-то, не знаю, медицинский фактор. Но ты поймал буддизм, Толстой никак не мог быть знаком с его философией? Нет, нет, как раз таки нет, с буддизмом как раз Толстой мне знаком был очень хорошо через Шопенгауэра, это как раз так было, вот, то есть это действительно было, ну, то есть от Шопенгауэра что взял, что вот это, что есть некоторая мировая воля, которая нас очень сильно, на нас давит, вот, да, то есть у Шопенгауэра, соответственно, это все плохо, как бы, мировая воля, да, а Толстой говорит, что да, есть какая-то мировая воля, только эта мировая воля представлена в виде, в виде там церкви, государства, общества, которые устроены как-то не так, вот, причем Толстой, кстати говоря, отказывается жестко от идеи того, что в основе вот этого, то, что всем плохо живем, что виновата какие-то, какая-то группа людей, то есть это очень сильно отличало, например, вот, там, не знаю, от некоторых, так сказать, либералов, социалистов, что есть какие-то гады такие, условно говоря, которые стоят у власти, они во всем виноваты, то есть Толстой, пожалуй, здесь как раз от них сильно отличался, то есть, в принципе, люди, которые стоят у власти, они, как бы, тоже поражены вот этим, вот, значит, болезнью, вот этой вот дифференциацией, то, что есть какие-то, есть те, кто управляет, есть те, кто подчиняется, вот, как бы, так вот жизнь сложилась, это действительно все плохо, как бы, то есть, в одинаково плохом положении вообще находятся все, вот, как бы, да, вот это все, вот этот пессимизм шопенгауэрский, как бы, он вот, В Толстого проник очень сильная. Вегетарианство подразумевалось не только отказ от мяса животных, но и, в том числе, от эксплуатации животного труда. Технику эксплуатировать можно, но животных на производстве, пожалуй, нет. Важный момент – интеграция деятельности как туговой. То есть Толстой критиковал специализацию, когда люди занимаются, когда ты выучиваешься на какую-то определенную профессию, и дальше ты в ней пребываешь в качестве какого-то некоторого эксперта. Причем вот это стремление к интеграции, трудовой практике у Толстого доходило до того, что он, соответственно, выступал активно за то, чтобы все занимались физическим трудом. Даже если у тебя есть склонность к умственному труду, ты все равно должен участвовать в физическом труде. Потому что именно многое может до тебя дойти, если ты только попробуешь вместе со всеми работать, например, в поле. Антиэтатизм, то есть выступление против государства, выражался, пожалуй, в том, что толстовские коммуны, когда они стали образовываться, они отказывались от использования государственных средств. То есть это, конечно, нужно было обязательно. То есть если будет какая-нибудь государственная поддержка, от него надо обязательно отказываться. Да-да-да, даже вдруг, если она будет предложена, допустим. А учитывая, что влияние Толстого, оно было на тот момент, ну, то есть когда-то, да, конец XIX века, оно было такого планетарного масштаба, то такое вполне могло бы быть. И, в принципе, да, ну и, разумеется, антиклирикализм, в том смысле, что, да, это именно вот критика самой церкви. Да-да, так сильно, что церковь вообще ничего не представляет, это какой-то совершенно псевдо-социальный институт, совершенно никому абсолютно не нужен, вот. Но при этом сложно, да, ну, в чем, как бы, религиозность, пожалуй, Толстого, да, она заключалась. То есть Толстой, пожалуй, да, он в каком смысле признавал существование Бога, только весьма специфично. Именно возвращать в какой-то тезис, что жить и верить в Бога – это одно и то же. То есть, условно говоря, что значит жить, в принципе, по Толстому? «Пожить» означает, в принципе, это жить некоторой осмысленной жизнью. Здесь вот как раз есть такая отсылка к буддизму, то есть нужно, необходимо избавиться от какой-то людской суеты. Вот, да, но по Толстому вся наша жизнь, она вообще состоит из сплошной суеты. Что, в принципе, мы можем в итоге делать? То есть, тогда мы приходим к мысли о том, что можно создавать коммуны. Значит, дальше мы переходим к вопросу, что было такое специфического в толстовских коммунах. Ну, во-первых, в принципе, жизнь в коммуне – это исключительно моральный выбор. То есть коммуна абсолютно не представляет собой какой-то способ, скажем так, устроить свою жизнь максимально комфортно. То есть коммуны вообще никоим образом не связаны с гедонизмом, с получением удовольствия, с получением какого-то, значит, что тебе жить будет проще. Нет, пожалуй, жить, наверное, может даже будет не проще, может даже будет сложнее. Просто потому, что на тебе будет, так сказать, ну, то есть ты будешь жить согласно нравственности, а на нравственности все-таки это всегда тяжело. И, в принципе, коммуны, они стали организовываться не сразу, да, то есть для этого был такой подготовительный этап от распространения самих идей, это вплоть до 1914 года. Потом первые коммуны стали, пожалуй, создаваться уже где-то после, да, 1914 года. Самоактивный, это 1917 год, именно февральская революция, она как раз позволила этим коммунам плодиться просто как грибам, да, там после дождя. В общем, важно отметить, что коммуны толстовцев, это обязательно легальные коммуны, в том смысле, что земля всегда выкупалась. То есть это не какой-нибудь сквот, который там захватывается или еще что-то, это не какая-то земля, которая отгораживается и объявляется собственностью этой коммуны. Поэтому для вступления в коммуну что было, в принципе, необходимо? Ну, во-первых, необходимо, скажем так, с экономической точки зрения, собственность коммуны делилась на равные пари, поэтому в основе как бы экономики толстовской коммуны лежала вот эта концепция кооперативов, которые стали развиваться в начале XX века. То есть ты вносишь равную какую-то долю, значит, денежную, неденежную, это уже как бы сама решит уже сама коммуна, вот, и тебя включают в эту коммуну, твой труд, кстати говоря, он не оплачивается деньгами, то есть, соответственно, от денег они абсолютно отказывались, вот, и в зависимости от потребностей, которые тебе, соответственно, которые у тебя есть, что как бы тоже обсуждалось, тебе выплачивают, что называется, натуральным продуктом. Кстати говоря, из коммун можно было всегда выйти в любой момент, вот, если коммуна разварилась, что, ну, как бы, это бывает часто, что коммуна разварилась, вот, то, соответственно, тебе возвращали весь пари, то есть, это был, это был, вход-выход в коммун был достаточно простой. Коммуны, вот, они стали, с 17-го года они стали, так сказать, все больше и больше. Да, значит, земля покупалась, ну, как, сперва формировалась некоторая инициативная группа, да, людей, которые, ну, скажем так, формировали некоторое ядро коммуны, ну, это вот, если с экономической точки зрения смотреть, то это вот были взносы в виде пая какого-то, да, которые вот эти деньги, которые у них, соответственно... Малоимеет деньги, что-то просто... Нет, ну, как, нет, ну, в принципе, для того, чтобы коммуна изначально, она организовалась, чтобы ядро какое-то было, да, для этого необходимо было, ну, зависимо от того, сколько было членов коммуны, потому что, в принципе, коммуны, как бы, они образовывались... Там не было какого-то строгого, значит, строгих каких-то правил. Просто основное было правило, что мы, типа, мы землю не отнимаем от государства, мы ее просто выкупаем, превращаем как бы в нашу, как бы, собственность. Но покупка земли, она была вот... Ну, то есть, взносы были, в принципе, одинаковые. Поэтому, что я хочу сказать, что в основе коммун все-таки лежали не... Ну, как бы, не случайно это были люди. То есть, поскольку поклонников творчества Толстого было очень много, то очень много было людей богатых и, значит, так сказать... Которые очень часто они лежали как раз в основе. Они были в основе вот этих коммун, которые, да, разумеется, условно говоря, там 4-5 человек, ну, там 10-20, это вполне было достаточно для того, чтобы, например, купить землю. А вот, я, как говорили, не очень хорошая история, но как им вообще, вот, после смены власти позволяли это все делать? Ну, коллективизм? А, ну, я понял, да. Нет, на самом деле... А тут эти такие? Нет, февраль, там, в принципе, там, изначально коммуны стали, они, как бы, до 17-го года, но просто активных стало много и после февральской революции, когда было временное правительство. Ну, учитывая в этом социальном хаосе, да, который, вот, по крайней мере, существовал, скажем так, реальные, живые какие-то деньги или не деньги, а какие-то материальные блага, они очень приветствовались. То есть, как будто, учитывая, что тогда было сплошное, как бы, ну, это самые эти, распространение листки, как правильно сжечь помещие стога, как бы, а тут люди ничего не собирались не отнимать, а наоборот, типа, во время правительства, да, окей, хорошо, вот у нас там... Ну, а правительство раз земли, там, по-своему, как-то неделю, нет? Нет, ну, правительство, ну, как, ну, понимаешь, все это решалось очень, как бы, индивидуально, опять же, то есть, приходят те люди, говорят, у нас, вот, будет толстовская коммуна, да, ну, допустим, приходят там в какую-нибудь губернию, да, в какую-нибудь, не знаю, сейчас, у тебя даже перечислишься, где они, каких они были, соответственно, ну, московская, тульская, орловская, полтавская, в Крыму была еще, кстати говоря, была коммуна еще в Алма-Ате даже, вот, да, вот, вот, соответственно, перехожат к местным, как бы, властям, которые на тот момент, как бы, ну, существовали, вы, ну, внося деньги, вот, в местные, там, уступлением, вы покупаешь определенный, там, участок земли, как-то он дозит. И некоторые коммуны могли образоваться как-то, конечно, очень стихийно, да, но, опять же, в том случае, если никто, как бы, на землю не претендует, все, как бы, нормально. То есть, здесь важный момент, что насильственной эксплуатации никакой, экспроприации никакой не было. Вот это Толстосов отличало от левых активистов того времени достаточно сильно. Изнутри коммунный себя представлял. Вышим органом коммуны было так называемое общее собрание. На общем собрании собирался исполнительный комитет. Исполнительный комитет назывался Совет коммуны. Значит это 5 человек, точнее от 5 человек и больше, на один год избирался исполнительный комитет, который на себя брал следующие функции. Во-первых, необходимо было как-то переговариваться с государственными властями, периодически с чиновниками, еще кто-то там что-то. Необходимо было закупать какое-то сырье, необходимо было вообще решать какие-то заходительные вопросы. С этим занимался исполнительный комитет. Кроме того, исполнительный комитет формировал непосредственно документ, который в общем-то своился к некоторым экономическому планированию. То есть это очень интересно, что коммуна, она из себя представляла, то есть внутри коммуна из себя представляла во многом некоторую плановую экономику. То есть там был определенный план, который необходимо было как-то выполнять. Просто коммуна, поскольку она была достаточно прозрачная, то там вот этот экономический план, он все-таки принимался всеми участниками. По каким критериям этот план составлялся? Ну, в смысле, просто... Ну, чтобы прожить, наверное. Ну, вот да, да, да. Вы же не считали, что именно из каких-то... Нет, 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 я просто хочу сказать, что все, что производилось, оно же и потреблялось. То есть, разумеется, ничего на продажу как бы не шло. То есть это, да. А по каким критериям? Просто высчитывал, сколько нам, соответственно, нужно одного, другого, пятого, десятого. Ну, как бы я просто так, на бытовом языке просто это как бы говорю. Вот. Да, и важный момент, что исполнительный комитет, он отвечал за все, так сказать, за все экономические убытки, которые могли произойти. Вот. То есть, соответственно, если исполнительный комитет в чем-то, так сказать, не справлялся, что-то не получалось, да, вот, то он, соответственно, расформировался, набирался кто-то новый, там, ну, и в зависимости от того, насколько у них не получилось, да, им, так сказать, там, какая-то... Не то, чтобы это можно назвать, какая-то система, какая-то штраф, но главное, что исполнительный комитет просто он расформировался. То есть, не справляющийся с задачей, берут какого-то нового, как бы, инициативного группы. Вот. И внутри, как бы, да, что касается самой деятельности, была обязательность физического труда. Физический труд, соответственно, он рассматривался, ну, как бы, он распределялся в зависимости от способностей, так сказать, каждого работника. То есть, соответственно, на какие-то тяжелые работы человека, который не очень привык сперва, да, к физическому труду его отправлять, конечно, его не будут. Вот. Отказ от наемного труда обязательно, то есть, соответственно, никакого наемного труда не было. И вот, то есть, если и были какие-то работники, то им, соответственно, ну, скажем так, если... То есть, в качестве работника можно было принять только члена, но нового члена Толстовской коммуны, вот, да. Но при этом, что интересно, что толстовцы отказывались от политической пропаганды и отказывались от какой-то религиозной пропаганды. В принципе, как узнавали об этих коммунах? Коммуны активно занимались правозащитной деятельностью. Причем первое, в чем они очень сильно преуспели, они защищали, ну 14-й год, понятно, что это Первая мировая война. Те, кто не хотел служить в армии, как раз-таки толстовцы их скрывали, они пытались их каким-то образом помочь им не воевать, не превращаться в солдат. И именно эта правозащитная деятельность, она послужила некоторым таким пиар-ходом для толстовских коммун. Соответственно, люди, которые были спасены от служения в армии, они очень часто уходили в толстовские коммуны. Соответственно, кроме, да, насчет самого Толстого толстовских коммун. Ну, сложно было, сложно говорить о том, что Толстой был как бы главным организатором этих коммун. В принципе, этим главным, наверное, пожалуй, общественным деятелем толстовца был такой человек по фамилии Черчертков. Черчертков был интересной личностью, которой, в принципе, он понял весь как бы масштаб личности Толстого, в том числе его авторитет. И он очень сильно как бы вмешивался в саму личную жизнь Толстого. То есть, в частности, он всячески пытался Толстого как раз-таки его отделить от самой семьи. И Черчертков как бы ему как раз говорил о том, что сама миссия его творчества заключается в том, чтобы своим влиянием умножать число этих самых коммун. И поэтому здесь важна не столько ни личная жизнь, ни творческая деятельность. Важно именно использовать свой как бы авторитет и как-то постепенно умножать вот эти коммуны. В принципе, в основе этих коммун лежали не анархические коммуны и не коммуны какие-то там, может быть, времен Роберта Ована или там еще кого-то. Сильно на Толстого повлияли коммуны, Господи, Духоборов, да. Значит, Духобор это была христианская секта, которая как раз-таки, она активно выступала против войны, она активно выступала против церкви. И общение с Духоборами, как раз-таки вот их в некоторой социальной организации, она послужила моделью для создания вот этих вот толстовских коммун. И еще один важный момент. Когда мы говорим о коммунах, да, о каком-то, возможно, о какой-то социально-экономической, духовной какой-то автономии, то нужно провести какие-то параллели, а какие, в принципе, еще были какие-то модели автономной жизни. Монастыри, да. Вот по вопросу монастырей, вот здесь толстовцы, здесь они очень критически относились к монастырям, и поэтому всячески пытались отгородить себя вот этих вот ассоциаций. И они говорят о том, что монастырей пытаются... То есть, сказать, монастырь – это некоторое личное спасение всегда. То есть, это попытка спасти себя, скажем так, уйти от непосредственной жизни. То есть, монахи всегда, по мнению толстовцев, люди, которые всегда уходят от жизни, и во многом занимаются лично спасением. Толстовцы как раз-таки говорят о том, что... То есть, не надо никаких, условно говоря, строить стен. Да, не надо считать себя в качестве какого-то особого человека. Поэтому и по вопросу сект, так сказать, тоже они пытались себя отъединить. То есть, в принципе, а как писал, так сказать, один из коммунаров, да, мы не сторонники монастырей ухода от жизни со всеми узлом и добром, страданиями и радостью. Именно среди потока жизни должны мы стремиться быть лучше, быть людьми, так что не лучшие условия совершенствования привлекают нас в коммуну. То есть, предполагалось, что, в принципе, толстовские коммуны, они максимально открыты. То есть, если так смотреть максимально технически и территориально, то можно, то есть, случайный человек мог очень легко попасть в эту коммуну. Словно говоря, просто проходя мимо. То есть, никаких как бы заборов, там, или еще каких-то специальных обозначений, знаков, что осторожно, здесь толховцы, как бы, да, там, какой-то дорожный знак. То есть, вот этого ничего не было. И, несмотря на то, что производительность, экономическая производительность не являлась каким-то особым, так сказать, принципом коммуны, во многих коммунах производительность была, кстати говоря, очень высокой. По разным причинам. Ну, во-первых, так получилось, что, как я говорю, что толстовцы, это были не случайные люди. Это были, прежде всего, люди с полной энтузиазмом. То есть, в основе коммуны все-таки лежал некоторый такой художественно-литературный, какой-то философский, не знаю, как угодно можно, некоторый фактор. То есть, люди, которые приходили в коммуну, они знали, куда они попали. Или либо они, если попали, вот как в случае с правозащитной деятельностью, те, кто хотели сбежать армии, попадав туда, они уже испытывали некоторые теплые чувства к людям, которые помешали их отправке на фронт. То есть, действительно, это был некоторый энтузиазм на духовной почве. Второй момент очень важный. Именно почему-то сочетание вот этого концепции кооператива плюс концепции плановой экономики, она вот именно в такой модели оказалась очень продуктивной. То есть, вот эти вот идеи паев, она оказалась очень... Она многим очень нравилась, действительно. И так получалось, что плановая экономика, она в рамках именно коммуны оказалась очень невыгодной. То есть, формировался вот этот, соответственно, план некоторый экономический, которым необходимо было как-то следовать. Можно было вносить некоторые коррективы. Но почему, собственно, вот этот план, он в итоге чаще всего все равно выполнялся? Просто потому что план, отношения к нему не было как, допустим, при, так сказать, ну там, позже в Советской России. То есть, экономический план – это не что-то принятое коммунистической партии, которая, так сказать, находится где-то далеко, да, и никто ее не видел как таковую. Тут, в принципе, отношения в коммуне, они были все максимально прозрачны, просто потому что тут не было понимания о том, что есть какие-то отчужденные органы управления. То есть, поскольку было общее собрание, и общее собрание, оно было главным управляющим органом, то есть, а не исполнительный комитет, это важный момент. То поэтому, вот, как раз-таки экономический план, он составался с учетом всех, так сказать, пожеланий, голосований и так далее, и так далее. Вот, и поэтому, собственно, производительность была достаточно высокой. Некоторые, скажем так, в принципе, коммуны друг от друга очень сильно отличались, несмотря на то, что они друг с другом поддерживали связь, в основном через Чердкова, так сказать, его последователей, они отличались по разным, так сказать, критериям. То есть, некоторые были коммуны, так называемые коммуны трезвости. Например, московская коммуна толстовцев, именно вот как раз в Подмосковье, трезвая жизнь такая она называлась, там, соответственно, там никто не пил. Да, но это вот такой вот один из случаев. Где-то к вегетарианству относились очень, как бы, так, лояльно. Словно говоря, вегетарианство, это было... Где-то вегетарианство было обязательным условием вступления в коммуну, да, где-то это было вот опционно, как бы, кто-то, скажем... Потому что в некоторых коммунах некоторые понимают, что некоторым там необходимо, что-то там по медицинским, как бы, соображениям, допустим, да, там белковые пищи, еще что-то. Вот. И коммуны просуществовали до 30-х годов. Ну, то есть в 37-м году, разумеется, это все уже совсем сошло на нет из-за репрессий. И нельзя сказать, что толстовские коммуны, они, в принципе, закончились. Потому что толстовские коммуны существуют, на самом деле, по сегодняшний день. Толстой, кстати, участвовал активно вот с этой сектой Духоборов, которую я говорю. Секта Духоборов, используя свой авторитет, это позже, используя авторитет Петра Кроповкина, анархиста, они Духоборов переселили в Канаду. И так получилось, что вот этот вот канал из России в Канаду, вот они, толстовцы, стали использовать для того, чтобы, ну, как бы, избежать из Советской России, как-то жить. Поэтому часть толстовских коммун, они перебрались из Советской России в Канаду, некоторые в Соединенные Штаты. Вот. Они существуют, как бы, по сей день. И, ну, вот, я, по крайней мере, на работе в Доме русского зарубежа столкнулся с тем, что однажды была какая-то делегация из Австралии, я сперва не очень понял, кто это, а потом выяснилось, что это толстовцы, которые перебрались потом позже из Соединенных Штатов, как Канад в Соединенные Штаты, а потом перебрались, соответственно, в Австралию. То есть, они еще, соответственно, и... Еще один важный момент, что, вот, в принципе, идейного в толстовстве было еще, как бы, интересно. Вот Философ Бердяев, когда говорил о толстовстве, он говорил о том, что это наиболее радикальное, современное, вот, такое, социально-духовное учение. Почему? Просто потому, что Толстой предлагает нам такую ситуацию. «А давайте все неожиданно откажемся от насилия». Вот, как раз-таки, вот это было совершенно революционно. Он говорит, что, в принципе, это вот это... То есть, а давайте все друг друга простим. Вот. И вот это вот требование подвига, да, вот эта радикализация христианского вероучения, это было очень было радикально. И вот это, конечно, вот то, что в основе коммуны лежит все равно некоторый моральный, можно сказать, подвиг, потому что необходимо было как-то морально... Ну, нравственно нужно было подготовиться к этому. Это означало, что, в принципе, люди, которые попадали в коммуны, это все-таки люди, которые, ну, скажем так, так или иначе, они для себя что-то решили. И вот этот отказ от ненасилия, это, конечно, было, ну, скажем так, это была какая-то некоторая аксиома для толстовца. Вот. А он нам предлагал какие-то способы, как это вот состояние всех простить, человеку достичь, или он требовал, чтобы человек, вступающий в эту коммуну, уже как бы обладал этими способностями? Ну, как... Ну, что это самое главное? Нет, на самом деле, с толстовым очень интересно, потому что многие последователи, скажем так, толстовцы и толстой, это как будто очень разные люди. Это как... Хорошо, ну, как все это? Да, вот это... Роман Ролан, писатель, как писал о том, что... Когда там, ночью, писал о Петре Кропотке, он говорит, что толстой как бы пытался все время стать тем, о ком он писал, но ни разу никогда не смог им стать вот этим, ни одним из своих героев, как бы. В итоге героями романов Толстого и те, кто реально были живыми, какими-то, значит, были живой материализацией вот этих каких-то идей Толстого, это были какие-то совершенно другие люди, совершенно не похожи на Толстого в человеческом смысле слова. Толстой не мог, в принципе, ничего требовать, согласно вот этой вот. В Толстом вообще очень много было противоречиво. С одной стороны, да, толстовство отказывалось от насилия, ничего требовать было нельзя. Да, поэтому не было никакой инструкции, как себя нравственно-морально подготовить к тому, чтобы отказаться от насилия. К этому необходимо было, нужно было как-то прийти. В принципе, Толстой, говоря, что необходимо было, ну, нужно попробовать себя вот жить в некоторой правде, в некотором миру. Попробовать себя в физическом труде, пообщаться с вот этими вот людьми. Ну, в общем, в принципе, на самом деле ничего такого особо специфического. И, в принципе, вот эти, значит, как-то так подытожить уже, да, все это. Успех, как бы, этих самых коммун, ну, еще и успех, в принципе, толстовства. Я просто, говоря о критерии, ну, почему, я, например, толстовство считаю, что оно некоторым успешным в итоге учением, просто по факту, что оно до сих пор живое, потому что, в принципе, эти коммун продолжают существовать, и, как бы, толстовцев, как бы, появляются какие-то новые люди, которые все равно в этом что-то видят. Несмотря на то, что Толстой, как бы, в основе, как бы, коммун, как бы, лежал некоторый вот этот вот христианский принцип, то, на самом деле, в принципе, для Толстой был максимально, так сказать, трансрелигиозен, трансэтничен и так далее. То есть, в принципе, он был интернационалистом, по своим убеждениям, и, кстати, интернационализм Толстого позволил тому, чтобы эти коммуны смогли существовать в разных уголках мира. И, конечно, еще важный момент, это некоторая какая-то прозрачность формулировок. На самом деле, в них, на самом деле, пожалуй, ничего, для меня, по крайней мере, ничего прозрачного нету, то есть, для этого необходимо как-то расшифровывать, но люди, которые вступали в эти коммуны, они в них что-то видели. То есть, вот это жить и верить в Бога одно и то же, да, соответственно, непротивление злу насилиям, вот в этих формулировках было что-то такое, что, в принципе, людей заставляло как-то идти следовать вот этим, вот, значит, соответственно, аксиолам. Да, и в коммунах, соответственно, были свои библиотеки, школы, даже оркестры собственные, то есть, в принципе, было вообще, было все, было все, пожалуй, автономное. Школы, разумеется, существовали на какой-то, по своим собственным принципам, то есть, естественно, это на принципы к ненасилию, там, и так далее, и так далее, вот, иногда люди уходили из коммун, иногда приходили заново, то есть, в принципе, вход-выход был достаточно простой, вот. Ну, я не знаю, наверное, пожалуй, я неожиданно закончу, поэтому, наверное, свое выступление, разве что, может быть, кому-то, кого-то какие-то, может быть, еще будут... Мне было бы интересно поговорить про отношения Толстовства с советской властью. Да. Можно я спросить, потому что это не логически получается. А у них у Толстовцев был какой-то план захвата веры? Ну, я понял, я понял вопрос, да. Да, значит, в принципе, ну, как, можно было в идеале, в идеале, да, то есть, в принципе, что себя представило, к кому? Мир устроен неправильно, а в коммунен будет устроен правильно. Чем больше мы будем создавать коммун, вот, тем ближе мы будем, ну, как бы, к тому, чтобы весь мир, наконец-то, превратиться в одно большое, так сказать, богочеловечество. Кстати, еще важный момент, у него очень важный момент насчет богочеловечества. Дело в том, что Толстой присутствовал на лекциях Владимира Соловьева, вот, и он действительно, и вот это, когда Владимир Соловьев еще философ был еще молодым, то он присутствовал на вот этих лекциях учтения о богочеловечестве, то, как раз, вот эту идею, потому что, как бы, мы все соединимся в неком богочеловечестве, в данном случае имеется в виду, что коммун ставит настолько много, все друг друга, наконец-то, простят, там, ну, как бы, этот самый, ягненок обнимется с этим самым, со львом, и всем все будет хорошо. Ну, назвать это планом, ну, я, честно говоря, не могу. В данном случае имелся, наверное, некоторый какой-то вектор движения, но никакого плана, как, например, у какого-нибудь, я не знаю, у Ткачева какого-нибудь, что есть революционная ситуация, мы должны ей воспользоваться, да, вот это, наверное, пожалуй, ничего не было. Как, потому что, как и не было никакой политической пропаганды у толстовцев, поэтому, если сказать, что как-то они захватывают, ну, может быть, это была некоторая мечта, вот, да, но поскольку толстовцы в большей степени, то есть, ну, они отличаются от политических партий, от политических движений, то, наверное, я думаю, что это максимально, что они допускали, что вот, а хорошо было бы, если бы, вот, все-таки нас станем больше. Ну, это максимально, что можно сказать. Потом дальше, значит, вопрос у Рома у тебя какой-то был, насчет того же, советской власти, да, как наши они были. Значит, в принципе, учитывая, что они все равно каким-то образом, они до 30-х годов просуществовали, значит, ты все-таки о чем-то говоришь. За счет чего, как бы, толстовцы существовали? Во многом за счет того, что толсты у нас кто? Зеркало русской революции. Вот, в принципе, за счет этого авторитета, автора этих, как бы, строк, толстовцы существовали. То есть, ну, как бы, к толстовцам очень сложно было подойти, потому что, ну, как, с одной стороны, ну, Лев Толстой, ну, это же, как бы, уже, ну, конечно, не дедушка русской революции, но все-таки, как бы, Ленин о нем писал, писал хорошо, поэтому толстовцев, наверное, неправильно будет их как-то, значит, их закрывать или еще что-то. Толстовские коммуны исчезали по мере коллективизации советского. То есть, пока умножались колхозы, вот, соответственно, пока, ну, скажем так, с приходом Сталина, да, толстовские коммуны, они стали, вот, пожалуй, исчезать. В эпоху НЭПа все было, все было, все в порядке. В Сталинской России уже были проблемы, просто потому что умножались колхозы, а колхозам была нужна земля, а часть земли, соответственно, уже, такая борьба за территорию происходила, часть земли принадлежала, собственно, толстовцам. Потом, естественно, толстовцы далеко не всегда хотели отдавать землю, вот, иногда. И, конечно же, тогда, в какой-то, уже в 30-е годы, в толстовцах стали видеть уже какой-то инородный, не советский элемент, поэтому... То есть, именно по идеологии начали? Да, разумеется, в конце, в конце по идеологии, поэтому часть коммуны именно через, вот, как бы, через Сибирь, там, в Канаду, в Соединенные Штаты эмигрировали, напоследок, то есть, именно по идеологии. То есть, они просто, толстовцы просто проходили, как... Троцкисты. Ну, типа того, да, типа троцкистов, но именно по идеологическому принципу. То есть, просто, там был важный момент, просто к этому моменту большевики очень серьезно провели демаркационную линию между Львом и Толстым и толстовцами. То есть, Лев Толстой – это хорошо, Толстовство – это плохо. Просто потому, что там, как бы, ну, небо и земля, совершенно разные вещи, как бы, вот, поэтому... А где отношения самого Толстого с толстовцами? Значит, как бы сказать-то... Пожалуй, Толстой, естественно, посещал эти коммуны, вот, но работал, разумеется, как бы у себя в Ясной Поляне. Ну, как работал? Когда приезжал репортер какого-нибудь иностранного, он сразу убежал, как бы, работать, потому что, ну, как, неправильно, наверное, будет, да, не работать, когда тут, как бы, тебя фотографируют, снимают на пленку, когда ты, там, сидишь где-то в кабинете. Все общественные деятельности во многом, так сказать, я бы сказал, да, во многом, да, занимался Чертков. Это был такой, скажем так, душеприказчик Толстого, поэтому отношение Толстого с толстовцами, оно было такое посредническое, я бы сказал. А он не ему там что-то вещался? Что? Он не ему там все вещался? Нет, 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 Толстой, в принципе, нет, там, его жена, все-таки, она смогла добиться того, что там, типа, она пыталась добиться, чтобы какие-то авторские права на его романы принадлежали его дети, но он там все-таки послал к чертовой матери, ничего, заниматься этим не буду, вот, поэтому там очень было проблемно что-то, значит, что-то с этим сделать, вот, потому что Толстой же к концу жизни, он уже отказался вообще от всего, что это, я написал, я написал романы, вот, это была большая ошибка, и они никому не принадлежат, если кто-то читает, то это хорошо, вот, потому что, ну, необходимо было, что, Толстой, вот, это его последние годы жизни, когда вот он уже, соответственно, как король лиры уходит из дома, значит, уже там в каком-то совершенно преклонном возрасте, правда, с врачом, кстати, самое интересное, уходит, это не то, чтобы он подстраховался, просто врач, как бы, вместе с ним решил попутешествовать, сколько там, несколько недель, что ли, они, по-моему, по электричкам тех времен, вот, но потом Толстой помер, как бы, разумеется, долго, как бы, уже старый был, вот, ну, вот этот вот уход, да, он означал, что, настолько все неправильно, то есть, он, как бы, Толстой, как считал, что к концу жизни, он, как раз, прозрел, вот, это последний его период творчества, когда, и вот, как раз, отчасти его и с сексистской, вот, так сказать, это период его творчества, максимально, да, сказал, когда он считал, что уже женщина, вообще-то, зло, вообще полное, потому что, почему, а дальше идет какой-то, какой-то странный, такая, диалог такой, какой-то, такой толстой дефис Николай Федоров, такое, идет, что, ну, как, ну, женщина, соответственно, это, вот, живет, мужчина, нормально все, потому, женщины соблазняют, рождаются дети, дети страдают, это все, опять, это плохо, это, надо просто работать, вот. Ну, пожалуйста, отношение к детям, к семье, лучше всего выражено в, ну, как, в войне, можно, в принципе, нормально прочитать, что, условно говоря, что-то, ну, вот, пожалуйста, женщина, что она делает, рожает детей, молодец, хорошо, вот, а в молодости она должна быть, как Наташа Ростова такая, да, первый балл, полная, искренняя, чистая, потом превращается, резко превращается в мать, вот, и все, как бы, такой, дальше уже дети, нормально. Ну, а приятственность в колене, что-то, кому передать смущение и так далее? Нет, Толстой, по-моему, никому, не знаю, в принципе, у Толстого не было никаких таких, прям, завещаний потомкам, там, или еще что-то, как нам, там, жить дальше, у меня в итоге уже все сводилось к тому, что нужно просто, вот, как-то, вот, куда-то уйти, где-то пахать, значит, жить с мыслью, прощать людей, делать добрые дела, и, как бы, то есть, Толстой, он, чем дальше, тем, в основном, тем, в основном, эти аксиомы свои приводил все к... Ну, как бы, как бы, индивидуализм, в том смысле, что, во-первых, человек, ничего не может научить другому человеку, ну, то есть, это можно только что-то сказать, посоветовать, но никого, там, условно говоря, насилием загнать куда-то в правильную жизнь нельзя, поэтому, ну, как, ты можешь просто... Это такой, в принципе, был, отчасти, такой буддистский, как бы, акт, да, то есть... Как это, как бы, только вместо медитации, как бы, нужно пахать, вот, потому что в труде, как бы, был вот этот, вот, некоторый вот такой вот элемент какого-то духовного очищения, как считал Толстой, ну, да. А в толстовских коммунах женщины трудились наравнять с мужчинами? Кстати говоря, вот этот вопрос интересный, я, честно говоря, в исследованиях этот элемент, момент я так и не понял, и в том, что говорить, как бы, вот, когда касается таких некоторых частных вещей, просто в каждой коммуне они существовали по-разному, это как с трезвостью, как будем пить или не будем, вегетарианство или не вегетарианство. По этому части, я считаю, что, ну, как я допускаю волну, что в некоторых, наверное, они, как бы, был какой-то элемент гендерного, там, да, равенства, где-то его не было. Вот, ну, то есть везде, как бы, везде было все очень опционно. То есть там, в принципе, Толстой, как бы, не формировал какую-то политическую программу, как коммуны должны функционировать, коммуны, как бы, и что их объединяло? Их объединяли вот эти принципы, которые, как бы, я сказал. Да, то есть эти пацифизм, вегетарианство, антиэтатизм, антиклирикализм, это, действительно, было, пожалуй, единственное, что как-то их объединяло, одни коммуны с другими. По факту они очень сильно друг от друга отличались, да, вот. От всяких вот социалистических коммун их очень сильно, ну, скажем так, отличало то, что там не было никакой политики толку, в принципе. То есть, как бы, в принципе, для Толстого необходимо было все растворить в этом, в труде, в жизни, ну, в общем, такая какая-то странная была идея. В принципе, в Толстовстве наблюдается некоторый элемент просвещения. В том смысле, что не то, что какой-то золотой век какой-то был, и мы должны к нему вернуться, но была вот эта идея, что есть какая-то истинная, естественная жизнь, которую мы, что-то как-то мы ее не видим ее. Вот, соответственно, для того, чтобы ее увидеть, необходимо было как-то перестроить свое отношение к действительности и вот начать трудиться, и тогда ты, может, что-то увидишь. Причем, поэтому Толстовство – это абсолютно антиинтеллектуальное такое течение, в том смысле, что мысли, теории, гипотезы, они ничего нам не скажут о жизни, ну, так сказать, о жизни тебе скажут только сама, как бы, жизнь, труд и так далее, и так далее. Поэтому, ну, как-то, наверное, вот так. А что, они технически на уровне 19-го века или как-то? Нет, 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 это не секты там баптистов там. Я слышала про 60-х, хип, коммун, если вся. Нет, нет, нет. Это там разные вещи. Нет, там, пожалуй, этот самый технический уровень, я думаю, там он как бы выше, то есть это не 19-й век, потому что, в принципе, относительно техники там, то есть эксплатируем технику можно. Мне интересно, как они без домашних животных обрабатывают. Как они живут без домашних, без котов, без собак. Ну, и без котов, опять же, там, а сколько было? Нет, ну, где, вот, раздел, коммуна или коммуна? Мы не используем технику, мы коммуна, да, получается? Нет, ну, не так же. Нет, как бы, нет, как бы, коммуна, да, образно от слова, как бы, общее, да, соответственно, вот это, в данном случае, как коммунизм, да, то есть, если поселение, в котором собственность принадлежит коллективу, да, вот это, пожалуй, еще раз, пожалуй, является коммун. Да, то есть граница коммуна, это, с экономической точки зрения, это вот эта общая собственность, которым нет каких-то, значит, что-то принадлежит, что-то принадлежит кому-то, что-то кому-то не принадлежит, вот эти границы не стираются, вот это, пожалуй, территория коммуны. на основе колхоза колхозы не совсем нет, потому что колхозы там, во-первых, колхозы управляли все-таки сверху ты взял тезис собственности а вопросов управления не брал я как бы с экономической точки зрения вот так вот, да, это образование опять же, с колхозами то что там было, да, колхозы куда весь этот продукт опять же поступал ну вот это уже следующий вопрос правильные отношения и все короче